Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, при каких-то изменениях в стране, каких-то реформах глобальных таких, всегда люди, у кого есть дача, у кого есть, так сказать, что называется, свои шесть соток, говорили, лишь бы наши шесть соток не трогали. И пусть что хотят, то и делать. Потому что бывают разные реформы, реформы, которые совершенно, так сказать, не людям понятны и не очень-то, так сказать, вообще в плюс. Да, затруднюсь назвать, какая в плюс. Но тем не менее, значит, говорят, лучше бы на вот только наши шесть соток бы не трогали. И все, что называется, приехать к себе на дачу, на земле, посадки, все, огород. И лишь бы оставили это нам и выживем, как-нибудь проживем. Закатки, там, свеколка, картошка, морковка, заготовить это все можно на зиму и так далее. То есть, что называется, помидорки, огурчики, горох. Но, видимо, эти времена остаются все-таки в прошлом. Вот я наткнулся на новость, съемка с дрона, с дрона, ну, дрон, беспилотник, вот, значит, российских дачников ждут массовые проверки. То есть, друзья, у вас есть дача, вы садоводческом некоммерческом товариществе, СНТ, да, наслаждаетесь воздухом, делаете какие-то грядки и так далее. Над вами пролетает дрон, беспилотник, не волнуйтесь, это наблюдает, что вы, во-первых, не занимаете чужую площадь земли, используете свой участок по назначению, ну, и, собственно говоря, по всем иным фронтам. То есть, вот это выражение, лишь бы наши шесть соток не трогали, оно, еще раз говорю, остается, по всей видимости, в прошлом. Вот что пишут, Росреестр будет использовать дроны для выявления нарушений в садовых товариществах. Об этом сообщил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Съемка с дрона, он говорит, дополнительный источник информации в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях, в которых расположено садоводческое и некоммерческое товарищество, поступают жалобы, то это дополнительный повод выехать на проверку участка. Если с помощью беспилотника будет установлено, что площадь участка больше, ну, видимо, друзья, понимаете, более каких-то глобальных проблем нет, чем дачников выявлять нарушения у дачников с беспилотников. Ну, а что, конечно. Площадь участка больше, чем указано в документах. Ну, например, забор взяли, вы там на метр поставили, можно выявить с беспилотника. Или он, участок, используется не по назначению, Росреестр проведет внеплановую проверку участка. Приедет к вам и, соответственно, скажет, вот с беспилотника вас сняли, у вас тут какие-то нарушения, что-то называется. Ну, я так понимаю, что бюджет надо наполнять, сами понимаете, да? Значит, друзья, что я хочу сказать. Ранее Рамблер писал, что владельцы в дачных участках могут начать штрафовать за разведение домашних животных в коммерческих целях. Никита Чаплин напомнил, что в случае разведения животных для личных нужд необходимо оформить на них ветеринарные паспорта. Все хозяйственные объекты должны располагаться на ложном санитарном расстоянии от жилья. И границ участка не должны беспокоить соседей неприятными запахами. Ну, друзья, мы все понимаем, что, собственно говоря, все правильно. Так сказать, не нужно беспокоить соседей. Мы все знаем дикие истории в этих садоводческих некоммерческих товариществах, когда люди не могут поделить земли, когда бывает, что ограду перенесли, там вплоть до стрельбы реально доходили такие дела. Но, опять-таки, вот эти проверки с дронов, друзья, ну неужели заняться больше нечем в стране? Кроме как с беспилотников выявлять нарушения у дачников. Ну, естественно, вы понимаете, какое количество дачников у нас в стране. Миллионы людей имеют дачи, миллионы. И, естественно, уследить, что у вас на даче все там в ажуре, что называется, да, а там сейчас куча разных правил, просто порой невозможно. А повод шикардос, что называется, дачников полно, выявляй, что называется, и штрафуй. Друзья, вот такие новости, поэтому не удивляйтесь, если у вас над головой на даче прилетит беспилотник. Друзья, с вами был Будда Гриш, наслаждайтесь воздухом, наслаждайтесь, так сказать, землей, работой на земле. Это действительно замечательно поработать на свежем воздухе, натопить баньку вечером и поесть со своего огорода, значит, выращенных своими руками огурчиков, помидорчиков, зелени и так далее. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.